Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. На бумаге одно, по факту другое. Гендиректора подрядной организации будут судить за хищение при строительстве трех зданий районных отделов полиции. Овсы это не только вкусное мясо, но и молоко. Фермеры, агрофирмы Сагратов занимаются выведением новой породы мелкорогатых. Чем они отличаются от привычных там овец, смотрите в выпуске. 300 лет тому назад образовалась Российская Академия Наук. Юбилей отметили в Махачкале в Дагестанском федеральном исследовательском центре РАН. Дверь в Европу открыта. Абдул Рашид Садулаев получил визу и сможет выступать на чемпионате Европы в Румынии. Похитил более 15 миллионов рублей на строительстве трех зданий районных отделов полиции. Гендиректора подрядной организации будут судить. По версии следствия, обвиняемый в 2012-2014 годах при исполнении госконтрактов, заключенных с МВД республики, завысил в отчетных документах объем и стоимость выполненных работ. Объекты были возведены в Агульском, Ахвахском и Рутульском районах. Уголовное дело направлено в суд. И к другим темам. Три века величайших открытий и прорывных исследований. Сегодня Российской Академии наук исполняется 300 лет. Юбилей отметили и в Махачкале, в Дагестанском федеральном исследовательском центре РАН. Мероприятие посетил и премьер-министр республики. Абдул Муслимов осмотрел выставочные площадки, где представлены достижения, разработки, экспонаты, макеты научных установок и многое другое. Председатель правительства также отметил наградами выдающихся ученых Дагестана. После официальной части праздничные мероприятия продолжились в форме научной сессии, пленарными докладами и секционными заседаниями. Дагестанские фермеры пытаются решить проблему с нехваткой овечьего молока, выводя новую породу этих животных. Чем они отличаются от привычных нам овец? Где проживают и чем питаются? Ответы на эти вопросы в сюжете нашего корреспондента Салии Магомедовой. Ей слово. Вот они, первые в нашей республике молочные овцы с французской помесью лакон. Их селекцией занимаются на агрофирме Сагратль. Мальчиков здесь называют баранчики, а девочек яркие. Сейчас на ферме подрастают около 200 представителей новой молочной породы. От привычных нам баранов и овец этих красавцев отличают удлиненные морды и ноги, растянутая туловище и короткая шерсть. Специалисты выводят по голове для того, чтобы обеспечить республику овечьим молоком. Учитывая, что по молочной продуктивности наша дагестанская горная порода отличается низкая продуктивность, скажем, показатели такие от 300 до 500 грамм за один удой, то у нас возникла идея такая, значит, повысить молочную продуктивность, попробовать вести селекционную работу совместно с Федеральным аграрным научным центром по повышению молочной продуктивности овец-дагестанской горной породы. Мы надеемся, если даже мы хотя бы полтора литра молока показатели получим, для нас это уже хороший показатель экономический. Достичь этой цели фермеры могут при помощи и этого барана французской породы, которого зовут Семен. У двоих его собратьев прозвищ нет, разве что индивидуальные номера. Их агрофирма приобрела в Краснодарском крае и привезла в нашу республику в 2022 году. Именно при скрещивании лаконов с дагестанскими овцами появились яркие баранчики. Почему была выбрана эта порода, ответ очевиден. Эта порода, молочная продуктивность лакона в чистоте своей, они дают в среднем 2,4 литра, но они являются сами породой доминантными, они хорошо передают свои признаки и молочные, и мясные своему потомству. Однако, несмотря на сильные стороны лакона и его помесей, есть стороны слабые. Нашим условиям они не адаптированы еще. Они в более теплых местах вырешены, это порода. Ну, зиму они, холода, вот это у них очень плохо они переносят, заморозки. И у них очень слабо развитие материнский инстинкт, и плюс к этому стадный инстинкт, очень плохо развитие у них. Ну, работаем более опытными чабанами, за ними ухаживают. Взять, к примеру, Мусагаджи Багилова. Он ежедневно следит за здоровьем и питанием скота, а потому четвероногие сразу же бегут к нему, когда видят его со своим любимым лакомством – сеном. Тысяча рулонов по 300 килограммов каждый. Как говорит Мусагаджи, едой его подопечной обеспечены месяцами наперед и в доказательство ведет нас на сенобазу. Даем пшеницу, ячмень, кукурузу, без добавок, никаких имей, и сена. Сена постоянно с ними бывает, а корма утром и вечером даем. В сентябре этого года фермеры собираются скрещивать животных внутри породы, чтобы получить новое потомство. А там уже не за горами оценка первых результатов и при необходимости поиск новых решений. В настоящее время на территории кооператива содержат примерно 500 баранов и овец. Среди них также немецкие дорперы и российские мериносы. Их продукцию, шерсть, мясо и молоко агрофирма представит на выставке, которая пройдет в республике с 22 по 25 мая. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Джума мечети Кизелюрта прошел утренний намаз, который собрал тысячи верующих. После к прихожанам обратились ученые-богословы с ценными наставлениями. Среди посетителей также были палестинцы, которые находятся в республике в качестве беженцев. Поистине эти два намаза, утренний и ночной намаз, являются тяжкими намазами для мунафигов. Если бы ценность, достоинство вознаграждения утреннего и ночного намаза в мечети, в джамаате, знали бы, даже добираясь ползком на четверинках, тоже не оставили бы. Вот так говорит посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, об этих намазах. Тот, кто совершит утренний намаз в мечети, в джамаате, он находится целый день под защитой Всевышнего Аллаха. Мы как и приехали на эту землю, шедрая и великая земля Дагестана, чувствуем себя между своими. Но вы стоите с нами, и будет это написано золотым почерком, что Дагестан всегда стоял из Палестины. Мы такой народ гордый, как дагестанский народ гордый и шедрый, и всегда будем бороться, чтобы получать нашу свободу. Баракаллафикум, наши друзья, братья и сестры в городе Хизлариот, Баракаллафикум, народ Дагестан, вы в действительности читаетесь настоящие друзья, настоящие хозяева, когда вы встретили народ Балестина мучительный на этой земле. Мы никогда не забудем этот день, и всегда будем помнить о народе Дагестана. И дай Аллах всем вам баракат, иншал Аллах, даст вам салям, даст вам, иншал Аллах, богатство. И мы всегда будем говорить, что народ Дагестан был с нами до судного дня. Баракаллафикум. В завершении мероприятия среди всех участников утренней молитвы провели жеребьевку для вручения двух путевок на малое паломничество. Умру. И в завершении выпуска о спорте Абдул-Рашид Садулаев получил визу и сможет выступать на чемпионате Европы в Румынии. Об этом стало известно только сегодня, за три дня до старта турнира вольников в Бухаресте. Напомним, что большая часть борцов российской сборной с первого раза не получила разрешения на въезд в Европу. Команда вынуждена отправиться в румынскую столицу в неполном составе. Из дагестанских вольников визы получили Аббас Гаджи Магомедов, Гаджи Мурат Рашидов, Магомед Курбанов, Имам Ганишев и Ахмед Усманов. Садулаев в составе заменит Алихана Жабраилова, который, возможно, выступит в тяжелом весе. Информация еще обновляется. Махачкалинская «Динамо» добилась новой победы на турецком сборе. Белоголубые взяли верх над казахстанским «Октобе». Счет встречи 2-1. Оба гола наших футболистов пришлись на первую половину игры. Авторами забитых мячей стали Эгаш Кассентура и Сердер Сердеров. Следующий матч на сборе в Турции у «Динамо» запланирован 15 февраля против Балтики из Калининграда. В Махачкале подведены итоги регионального финала школьной баскетбольной лиги. Решающие игры сезона прошли в спортивном комплексе автодорожного колледжа. В споре среди юношей лидировала команда Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей. Второе место у Кизлярской школы номер 5. А среди команд девушек преуспели спортсменки из 10-й столичной школы. В финале они одолели сверстниц из лицея номер 52. Победители получили путевки на этап федерального округа. Лучшими игроками финала признали Камилу Юсупову и Ислама Раджабова. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин